Вот я собственник квартиры, а не дома. И все, что у меня в квартире, я ремонтирую за свой счет. Законно? Законно. У меня установлены счетчики на холодную, на горячую воду, на электроэнергию. Я их оплачиваю, это те услуги, которые я получаю. Я оплачиваю их, а также плачу за содержание и ремонт жилого фонда. А установка общедомовых приборов учета, это не моя забота. Вот. Но если кто-то установит там, я буду оплачивать как за содержание и ремонт. За счет этой статьи. Это справедливо. А эти постановления, которые вы читали правительство, они противоречат основному закону, жилищному кодексу, ст. 157-158, если я не ошибаюсь. Поэтому не надо на это ссываться. Это бандитское постановление антинародное. А кто его принял? Скажите, пожалуйста, это постановление. Его принял Путин, который подписал свое время и постановление. Ну и что? А вы ко мне тогда зачем этот вопрос задаете? Я не задаю вопрос. Я говорю, что не надо ссылаться на него. Извините, если оно действует, как же я чиновник, не могу его... Ну а что вы от нас-то хотите? Я от вас пришел, я вам пришел рассказать. А если на общедомовых приборах, нет общедомовых приборов, какого черта вы по каким-то нормативам считаете? Нет, значит нет. А если установите, я сказал, я готов оплачивать как за содержание и ремонт. И что здесь мудрить-то? И, между прочим, этот жилищный кодекс прошел две палаты, в том числе и Единая Россия, которая здесь сидит, да? И которая занимается совсем не теми вопросами, а мэра им надо снять. Я вас понял, можно я два слова скажу, если это вообще уместно? У меня больше нет вопросов. Вы знаете, ваше выступление, в отличие от многих, очень такое обоснованное, мотивированное. Даже хочу сказать спасибо за то, что многие именно ответят таким образом. Я по существу отвечу. Я вот мое личное мнение, подчеркиваю, как человека, что вот это вот постановление 354, оно вообще не стимулирует граждан к установке по квартирных приборах учета. Потому что общедомовые нужды делятся в результате без разницы. Стоит у вас прибор учета или не стоит. Вот эту ошибку законодательную необходимо устранить. Вот это вот однозначно мое личное мнение. Но, видите, я не знаю, о чем люди думали. Поэтому я не буду комментировать, о чем думали люди. Александр Иванович, зачем нужны общедомовые приборы учета? Если вода в дом заходит, она прошла через счетчики. Почему мы дважды платим за воду? За горячую и за холодную воду. Понимаете, но не у всех же стоят общедомовые приборы учета. Хорошо, по нормативу, пожалуйста. Почему вода в дом зашла, куда она дальше пошла? Ну, жители порой недовольны нормативами. Очень часто говорят, я свою позицию высказываю. Я не знаю, почему, но так я думаю, что... Во-первых, норматив, он средний какой-то. Средняя температура по больнице. В одной палате плюс 20, а в другой плюс 40. Ну, я образно говорю. То есть, средняя температура, нельзя быть такого. Вы же приходите в магазин, свесьте мне килограмм там. Цена-то постоянно. Чего-нибудь. Килограмм, а не норматив. Наверное, вот поэтому. То есть, проще. Квартир-то гораздо больше, чем домов. Домов меньше. Проще наладить общедомовой учет. И таким образом уже понимать, что происходит с потреблением. Это общедомовой учет. Это вместе с огрехами сантехников. То есть, в подвал будет вода бежать, а мы будем платить за это дело. Да? Хорошо. В таком случае. Вы знаете, я прохожу, наверное, не ко мне. Второй вопрос я имею в виду. Значит, при запуске, при запуске стояков в теплое время, куда воду сливают? Для того, чтобы не образовывались пробки. Идут в подвал. То есть, это опять идет, значит, накручивание на жильцов. Запустите стояк, пожалуйста, без спуска с обратки. Да, да. Вы никогда этого не сделаете. Здесь есть управляющий. Вы сами ответили на вопрос. Невозможно этого сделать. Да. Скажите, вот вы на свои вопросы получили ответы? Частично. Единственное, я поняла, что закон, этот 354-й его законом назвать нельзя, потому что его каждая управляющая компания трактует по-своему. Одна компания так рассчитывает, другая компания так рассчитывает. Вот эти кубы по горячему водоснабжению и по холодному. Это мое мнение. Амаз, ну скажите, вот сегодня вы с каким чувством вышли после вот этого семинара? С каким чувством? Да недовольство. С чувством недовольства. Потому что они все ссылаются на это постановление. Но его же можно по-разному трактовать. Если нету в домах, в подвалах водоотведений на чердаках, ну зачем его считать-то? Людям предъявлять. И при том такие большие цифры. По полтора куба. Меньше нету на квартиру. Чем больше площадь, тем, значит, у меня вот двухкомнатная у нас. Полтора куба. Четырех рядом комнатная. Там еще больше. Это же затопим весь город.